Почему нефрит? Почему увлечение нефритом? Может быть это дань моде, может быть это... За пять дней мы успели обработать этот кусок практически со всех сторон. Убрали много лишнего. Вот показываю сбоку. Показываю сзади. Показываю с другого бока. То есть сверху. То есть основные формы у нас проявились. Теперь я прорисовываю дальше для того, чтобы уже более-менее подобраться к точным объемам. Нефрит хороший, особых дефектов нет. И если дело пойдет так и дальше, то через приблизительно неделю можно будет уже приступать к проявлению уже тонких форм и работать за столом. То есть исключить уже работу с турбинками, а только бормашинами с освещенными головками. Сейчас я прорисовываю контур. То есть готовлю скульптуру для дальнейшей обработки. Определяю линию носа, линию глаз, носогубная. Руку, держащую посох. Сам посох. Сейчас я буду прорисовывать фалды одежды. Буду прорисовывать рукава халата. Потому что халат должен быть интересный. Складки должны быть развиваемые якобы ветром. И все это должно быть органично гармонировать в фигуре. Вот прорабатываю линию пояса, линию талии. Интересный узел, который сам является украшением скульптуры сам по себе. Прорабатываю линии складок на халате. В китайской скульптуре все имеет значение. Даже складки халата. Прекрасно выполненные. Раздуваемые, например, развиваемые ветром. Они образуют гармоничный узор, который сливается с внутренним состоянием скульптуры. Если, например, это горы и воды, то горы и воды должны находиться в гармонии. Коры, неподвижные воды движутся. И все это определяет атмосферу самой, например, картины. Как и в фигуре тоже самое. В скульптуре. В скульптуре в китайской имеет все значение. Имеет значение даже положение рук. Положение и выражение лица. Как, например, в скульптуре обозначен посох. Где находятся основные иероглифы. То есть просто так ничего не делается. Это тысячелетняя традиция китайских мастеров. В которую вложено очень много смысла. Этот рисунок тебе пригодится до конца резьбы, да? Я всегда буду опираться на него. То есть я могу не смотреть на боковые какие-то лекала. Но фронтальный рисунок, фронтальные лекала мне понадобятся. Потому что когда уже основные объемы будут проработаны, в голове уже будет как бы законченный образ. То есть я буду работать по подсказке своей внутренней какой-то ориентировке. То есть у меня будет построенная в голове 3D модель. Вот так скажем, выражаясь современным. Ты ее будешь из головы переносить в камень. Да, да, да. Уже мое внутреннее я мне будет подсказывать, что нужно делать так. Нужно как-то вот какой-то объем уменьшить или наоборот. Не трогать, оставить его для того, чтобы соблюсти какую-то гармонию. И чтобы скульптура, например, стала выразить. То есть после карандаша ты все повторяешь фломастером? Так как карандаш неизбежно смывается водой, нужно не смываемым фломастером нанести основные линии. И здесь уже начинается такой жесткий контроль. То есть я должен постоянно сверяться со своим эскидом. Постоянно сверять объем. Иначе камень, особенно такой как нефрит, да и любой камень, он не прощает ошибок. Так как если кость допускает, если мастер ошибся, в конце концов он может наклеить кусок. Заполировать его и будет это не видно, уж если крайняя необходимость возникла. То в камне сделать подобную операцию крайне затруднит. Здесь все нужно делать наверняка. Или ты делаешь все правильно и у тебя выходит нечто близкое к идеалу, или ты ошибаешься и все. И тогда уже начинается морок. Тогда уже нужно искать пути выхода. А пути выхода маловато. В принципе, иногда бывает, что скульптура без возврата испорчена и камень пропадает. Иногда обидно и мастеру, и заказчику. Но это, конечно, мы постараемся, дай Бог, этого не допустить. Хотя все правда. Все случается. Здесь нужно очень жестко контролировать объем. Потому что скульптура большая. Сложная. Так как масса нюансов. Например, посох, который должен быть сквозной, просечной, ажурный. А материал не фрит. Хоть и считается материалом прочным. Материал довольно хрупкий. Иногда скалывается и уже это непоправимо. И что-то сделать, исправить. Бесмотрим. Так что нужно действовать наверняка. Там есть крайне работы с помощью в них. Мастер-класс, что происходит через полицию. Бесмотрим, и peligры. В любом случае, мы чувствуем просто все, что касается, Будем делать, чтобы скульптурно перебрать, как делается в зависимости от такого состояния. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...